Погода не радует теплыми днями, но климатические условия не должны помешать проведению благоустроительных работ. Ведь задачи стоят большие – превращение области в регионы, где комфортно жить и трудиться. А это во многом зависит от приведения в порядок населенных пунктов. При благоустройстве особенно важно соблюдать нормы, действующие в стране и области законодательства. Поэтому по инициативе прокуратуры прошло межведомственное совещание, посвященное этим вопросам. Наш регион одним из первых в Российской Федерации заговорил о благоустройстве как важной региональной государственной задачей. Буквально три года назад мы сказали о том, что у нас будет полтора года на подготовку к пятилетке благоустройства. И мы не знали о том, что этот проект будет иметь такое колоссальное значение. Мы успешно достаточно разработали и приступили к реализации проекта «Пятилетка благоустройства». «Пятилетка благоустройства» пересекается с реализуемым на федеральном уровне приоритетным проектом формирования комфортной городской среды. По нему Ульяновской области в этом году из федеральной казны будет выделено дополнительно 314 миллионов рублей. Как объяснил губернатор, речь в проекте идет не только о городах, а приведение к городскому уровню качества жизни всех населенных пунктов. Какую роль играют благоустройственные надзорные органы? Именно они обращают внимание на проблемы, связанные с реализацией поставленных задач. Решение должно происходить исключительно в рамках закона. Будь то ремонт дорог и тротуаров, ликвидация несанкционированных свалок или сохранение объектов культурно-исторического наследия. На территории областного центра существует уникальное место, формирующее идентичность города. Это музей-заповедник Родина Ленина, включающий в себе исторические, архитектурные и мемориальные памятники в центре города. К сожалению, в последнее время наметилась негативная тенденция к искажению исторического облика данного объекта. В сохранении нуждаются не одни рукотворные объекты. Земли, где находится природа в первозданном виде, также необходимо оберегать. Нельзя не упомянуть о создании национального парка Сенгелеевские горы на территории региона. На сегодняшний день на территории проектированного национального парка уже функционируют туристические тропы. Есть проекты создания на облегающих территориях горнолыжного курорта, развития гостиничного бизнеса, что стимулирует развитие туризма на территории и в ближайших окрестностях национального парка. Последний вопрос касался ликвидации несанкционированных свалок. По словам Михаила Семенки, в настоящее время проводится их инвентаризация. А до конца года будут выбраны 4 региональных оператора, на плечи которых ляжет забота об их ликвидации и рекультивации. Егор Тстов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин